Вопросы есть, я бы не считал, как следует. В первом пункте, если мы берем, с самого начала открываем, статья «Овшее положение. Депутат представляет интересы жителей города Сболокова». Есть такое. А дальше пункты, статья 4.1.7, «Строитель с избирателями», «Строитель с избирателями». В том, статья 6, опять интересов своих избирателей. Может, мы слово «избиратели» вообще уберем и добавим туда жителей города, как у нас есть. У вас избиратель, вашей избиратель, на Волках, вы смотрите. Вот, смотрите, есть такая, как бы, избирание, какое-то тайное голосование, и никто не знает, кто за кого голосовал. Вот, допустим, я знаю некоторых людей, которые голосовали против меня. Правда? Они, может быть? Может. Потенциально они не мои избиратели, и я имею полный право с ними не общаться, так получается, и заявления от них не получаются. Но до этого дня вы просто блевотина. Вы низшая форма жизни на земле. Вы вообще не люди. Всего лишь неорганизованная стая скользких, вонючих жар. Я думаю, что избиратели – это те люди, которые принимали участие в голосовании, а не те, которые выбирали именно вас. Вот, опять же, у нас в выборах участвовало 25%, то есть 75% мы не имеем право просто игнорировать. Ташись, давай, что-нибудь за льда! Ташись, разрушай! Тем не менее, те люди, которые не принимали участие в голосовании, они все равно являются потенциальными избирателями. У нас, в первых, идет представлять интересы жителей, а потом уже избиратель. Тут двоякость такая, что-то непонятно. Двоякость, я думаю, связана с тем, что речь идет все-таки о статусе депутата. У каждого депутата он отвечает напрямую именно за тех жителей, жителей своего округа. То есть, либо здесь оставить жители округа депутата, либо избиратели. Девушки отдыхают.